Доброго времени суток, дамы и господа. С вами Прио. Сегодня поговорим о легендарочках. Как говорится, до Shadowlands'а всё меньше и меньше времени, некоторые люди не знают, какую легендарку крафтить. И сейчас мы поговорим об этом. По факту всё очень просто и очень легко. Я бы мог дать вам какую-то табличку общую, где написано, какая легендарка для какого класса. Хорошенькая. Окей, я дам её, не проблема, ссылка будет в описании. Но я думаю, намного лучше рассмотреть все легендарочки по увеличению процента дэмэджа. То есть, например, вы так посмотрите, подумаете, а зачем мне крафтить легендарку для соло-таргета, я лучше скрафчу легендарку, которая работает в мульти-таргет в ООЕ, а по итогу соло-таргет вы очень-очень много потеряете. То есть важно знать, сколько процентов дэмэджа вам даёт какая-либо легендарка. Я считаю, эта информация очень полезна, и сейчас на примере Анхоли ДК мы всё рассмотрим. Таблица единиц урона в СТ относительно легендарной силы. СТ – соло-таргет. И мы можем увидеть, что все легендарочки дают разные проценты по увеличению дэмэджа. Какая-то лучше работает, какая-то хуже. Замер, скорее всего, шёл по максимальному этом левелу в бисовом эквипе. Получается без легендарного свойства 6252 единицы урона. Если мы рассмотрим топ-1 легендарочку, а именно ужасающий лик смерти, то прирост идёт на 8,64%. Хороший довольно-таки прирост, замечательный. Реально классный. То есть почти 9%. Это чётко. Пожасающий лик смерти – это снижение затрат силы рун на лик смерти на 10 единиц и увеличение длительности действия эффекта «Тёмное превращение» для нашего вурдалака. То есть мы используем лик смерти, койл, и наше поганище, наш вурдалак, вернее, он находится в превращении на секунду дольше, во время того, когда это превращение нажато. То есть во время превращения мы должны дать максимальное количество кайлов, чтобы получить максимальную, так сказать, выгоду с этой легендарочки. Прирост хороший, самое главное – всё правильно юзать. Далее. «Сбешённое чудище» – прибавка на 6%. Там просто-напросто усиление вурдалака нашего идёт по урону и по скорости. Насколько я правильно помню, падает с ворлдбосса. То есть самый худший вариант, когда мы можем его получить – это 30 декабря. Касательно лика смерти падает с сиродинатрия, с ласта в замке Нафрия. Ну, то есть в нормале убиваем и лутаем спокойно. Кто, например, не хочет идти в нормал, в героя кукейс ходит, убьёт спокойно. ЛФР очень долго будет открываться, то есть 3 февраля – это реально очень-очень долго. «Оживлённый шаркун». Прочитаем, посмотрим. Ваши атаки могут призвать мощного зомби, который бредёт вперёд и взрывается на носе, находящимся рядом противником, единицу урона от тёмной магии и применяет гнойную язву. То есть это не особо выгодная легендарочка, поэтому мы её особо и рассматривать даже не будем. Суперштамм – это просто-напросто использование всех доток. То есть, например, мы кидаем вспышку болезни, вешается наша родная дотка от Анхолика. Также вешаются и другие дотки, а именно «Кровавая чума» и «Озноб». Это легендарка общая для всех ДК, как для фростов, то есть вы кидаете «Озноб» через «Боющий ветер», насколько я правильно помню это делается, и вешается «Кровавая чума» и дотка от Анхолика. В тот момент, когда вы играете в Бладе, вы вешаете «Озноб» и плюс дотку от Анхолика. Это типа прикольно, но это не особо даёт прибавку. В этом проблемка, конечно, да. Неизбежность смерти – это эффект, можно сказать, тот, который был на шапке легионовской, легендарной. Она не особо использовалась, и поэтому тут как бы тоже не особо-то мы прям получаем какого-то плюса. Да, удар смерти, да, лик смерти повышенный по дэмэджу, казалось бы, на 35%, и лужа сокращается, но это мало, это мало просто-напросто. Всего лишь 2,9%. Переходим к следующей табличке. Следующая табличка – это «Язва билд». Что такое «Язва билд»? Это использование таланта «Вскрывающиеся нарывы» во второй полосе. Левый талант. Там увеличение идёт от прорванной язвы по дэмэджу, и рядом ещё мопчиком дэмэдж наносится. «Взбешённое чудище» топ-1. Замечательно, классно. Но, как я сказал ранее, самый худший вариант, когда мы можем его получить с ворлдбосса – это 30 декабря. Смотрите, 9 декабря у нас открываются «Нормал» и «Герои Крейд». Начинается сезон, и, собственно, появляется первый ворлдбосс. Появился первый ворлдбосс, например, уже нам ненужный. Далее, следующий – 16-го числа, опять ненужный нам. Потом 23-й, опять ненужный нам. И 30-го только появится «Нужный». То есть, самый худший расклад событий, когда мы получим эту легендарку – это 30 декабря. Печально? Реально печально. Далее, «Шаркун» даёт 5% прироста дэмэджа. Суперштамм 1.1. Лик смерти. В ООЕ мы очень редко юзаем «Койл». Чаще юзаем «Эпидемию». Ну, не то что чаще, всегда по факту. И вы не получите прироста вообще никакого, можно сказать. Печально? А неизбежность смерти вообще даже в минус работает. Следующая табличка – это Анхоли АОЕ. Порча. Талант «Нечестивая порча» собственно также находится во второй полосе талантов и берётся вместо вскрывающихся нарывов. «Забешённое чудовище» даёт прирост 6.12%. «Суперштамм» 4.6. Ну, потому что вы раскидываете через порчу дотки, тем самым ещё и другие дотки накидываются. Это уже как-то так прикольненько-прикольненько, но всё равно не особо эффективно. «Шаркун» 4.56. «Низбежность смерти» 0.08. «Лик смерти» 0.02. Что я скажу вообще по Анхолику в текущий момент? Ну, исходя из этих таблиц, вообще даже не основываясь на ту игру, которую мы будем видеть. Соло-таргет. Окей. «Лик смерти». В принципе, способ получения лёгкий. Убиваем ласта, в нормале он будет очень лёгкий. Если вы приходите с татиком, если вы уже там хотя бы как-то с нулёвок оделись, если вы хоть чуть-чуть побегали мифик плюсы, то будет в принципе легко. Окей. Вы ещё и с рейда там наберёте шмоточек. Будет прикольно, будет нормально. В принципе, там 5-7 вайпов убьёте. Героек на первой неделе, да, тяжёлый, но нам без разницы, где убивать с целью получения легендарной мощи. А взбешённое чудовище, которое является бисом в АОЕ. Тут 6,3, тут 6,1 прирост. Самый худший вариант это 30 декабря. Если прок будет 9 декабря, в самую первую рейдовую неделю, это будет круто, это будет замечательно. То есть мы крафтим, мы идём мифик плюсы и просто сносим там всё, что видим. Прирост в 6% в АОЕ, это замечательно. Это реально круто. Так что я не знаю. То есть всё зависит от прок ворлдбосса. И от желания вашего, наверное. Вот и всё. Я буду думать. Я буду копить абсолютно весь пепел. К тому же, чтобы скрафтить цело-таргетную легендарку, мне нужно ждать открытия рейда. То есть до открытия рейда я и не скрафчу легендарку. А некоторые классы смогут. Потому что для некоторых классов, наверное, бисовые падают с подземелья даже. Но это, я думаю, вы сами всё рассмотрите. Думаю, в ваших дискордах классовых есть эти таблички тоже. Изучите их и подумайте. Время есть. Времени очень-очень много. Даже если вы скрафтите не ту легендарку. Ну, да, вы потеряете пепел. А что поделать? Думайте. Самое главное, как говорится. Семь раз отмерь, один раз отрежь. На этой позитивной ноте, на этой умной ноте я заканчиваю свой монолог. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки, не забывайте о ссылочках в описании. А также не забывайте о розыгрыше эпического издания Shadowlands, которое сегодня будет разыграно на стриме перед стартом Shadowlands. До скорого!